Что-то девчонки носят, то видели? Ну сумочки мне надо сказать или нет, то что это новое появилось? Сумочки, они нищие, подавать им надо, подать им кусочек. Пусть христоразничают. Через плечо у нас сейчас сумки нищие. Так, ну-ка идите сюда. У кого сумочки? Все идите сюда идти. Притом прихожу утром сегодня, пожалуйста, смотри что вы пойдете. Так, ну так простите христоразничайте. Через сумочки, мы так сумочками ходили нищие, кусочки хлеба просили. А так где вы их взяли такие? У бабы Нади. У бабы Нади? Я вам сейчас все это отрежу, пришью эти карманы, ленточки я отвезете. Идемте со мной. На каждом шагу какая-то дурнина прет. Идем дальше. Даже самые негодные китайские мудрецы продают вместе. Они, я не знаю, карманы-то шьют или не шьют. Дали меня что-то открыть-то не мог. А вот она где. Открывается. Вот мы сейчас проведем вам операцию. Не вам, а сумочкам вашим. Я попросил иголку, видимо, отдельно. А иголка где-то отдельно. Ничего тут нету. Понимаете? Так, нитка нашел. Иголка еще не вдернутая. Как-то все не по-моему. У меня так, иголка, чтобы обязательно хорошее ушко было большое. Понимаете, сейчас я вас начну обихаживать. Так. Вот мне задание задала бабка. Во! С первой попытки попал. Вообще удивительнее. Это вы, девчонки, счастливые. А то я до обеда бы вдергивал нитку. Ну, по-мужски длинную нитку. Вот такую вот. Меньше никак. О! Это я так буду шить. Вот. Мы эту глупость закончим сразу. Больше никогда ни от кого ничего не принимайте. Пока со мной не посоветуетесь. Давай сюда. У вас нет карманов. Я сказал пришить карманы. А поберушками мне не надо, чтобы ходили. Поберушки. Поберушки это, которые христорадишь или хлеб просили. Вот. Что это такое? Чья это? Это она. Твоя. Видишь, она сейчас сделала. Мелкенький какой. Его в два раза надо больше делать. Ну и что здесь? Да крепко пришили. Тварь. Тварь. Я их отсерегу просто. Она на машинке просращила. Да. Вот эти ей подарите. Пусть она себе их наденет и носит. Насколько проще пришить карман. Так. Подходи. Первое. Ты каждый день вот эту носишь? Нет. Нет. Карманы-то нарочишься. Убирай. Подними юбку повыше. Давай. Вот эту вот нижнюю. У тебя на ней нету, да? Да. Ну на ней пришьем. Я очень хороший портной. Я сейчас пришью, ты не отдерешь. Так. Девчонки, над вами смеются, а вы поддаетесь. Разве можно это так, чтобы в нашем лагере ходили по берушке? Я вам кусочек дам один и все. Во. Смотри, как я пришиваю. Так. Я тебя не пришью к животу-то твоему? Нет. Ну так ты смотри, если я уколю, так ты говори, что больно. Ага. Господи, помилуй. Машкара заедает. Вот оно как. Смотри, как иголку делают. Настоящие портные. Вот. Протянул. А теперь я делаю стежку назад. Вот, где нитка вышла. Ну, надо натянуть, конечно, здесь. Вот. И... Вперед. И... Потом еще раз толкнул. Еще раз. Вот она, иголка. А теперь, чтобы это не вышло, теперь через край несколько штук. Ну, вот тут не ровно, маленько. Что спрашивать-то? Машкара заедает. Ой. Невозможно. 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 Почему, интересно, комар исчез? Комара теперь уже добром вспоминаешь. Как сейчас православные эти сектанты-то разные буйствуют. Теперь, ой, баптисты-то такие хорошие, спокойные. Баптистов душили-душили. Не проповедовали, а ссылали. Как эти... Были такие... Духоборы, молокани. Лев Толстой помогал им в Канаду переехать. Да, маленько? Да. Вот так. Вот теперь я его захватил. Она уже не будет так. Ну, маленько неровно тут. Потому что она на теле. А так-то я мог бы и ровно сделать. Ну, дядя Володя, тебя уколоть мог даже. Вот так. Смотри. Поняла? Да. Вот это вы должны делать сами. Смотрите внимательно. Я не буду всем шить. Сейчас отрежу, и вы каждый себе прищете этот карман. Вот оно. Вот теперь... Главное, это на краях, чтобы не оторвалась. А на краях это, значит, по несколько раз. Так. Ой. Мошка вреднее комара. Комара можно убить, а это не поймешь, что тут такое. Вот смотри. И теперь... Ну, я неровно пришил-то. Ну, пришил все-таки. Вот. Теперь, вот когда последний узел делаешь, вот так вот. Петелька идет. Вот. Туда нужно вот так вот подцепить. Узел сделать. Один раз. А потом в эту еще раз. Вот так. И теперь двойной узел. Раз. Все. Отрезаю. Никто не видит. О! Все. Ну, а там внизу, если надо будет, можешь вот здесь вот так вот пришить маленько, чтобы он плотно был. Понятно? Так. Кто следующий? Давай я сейчас отрежу вам. Вот иголка. Вы друг другу тогда держите и делайте. Потому что у меня другая работа есть. Смотри. И к бабе Наде больше зря не ходите. Иначе она вам снова что-то сделает не то. Вот. Бери. Моих девчонок нищими сделали. Видишь, карман какой? Ну, какой он? В два раза шире, длиннее надо было. Он узенький, чтобы не выпадал полточек. А она его... Телефон. Телефон. Ну, сейчас отстребую. Вот так. Телефон. Видимо, из больницы выписали. Она много лет была. Этого Нестерова, Ванина, Просина. Сестра родная. Вот. Ну, это моя добыча. А то все тоже надо отстричь. Еще, наверное, придумывала. Вместо того, чтобы сделать карман поуже, даже на это ума не хватает у женщин. Почему? Непослушание. Его надо глубже делать, чтобы платочек не выпал. И... Длиннее и уже. Все. Понятно? Да. Вот. Нитки. Одна иголка, а другие помогайте ей. Ты можешь идти на работу. Нитку я положу здесь. Вика, можешь идти. Не знаю, что это за бумагой. Иди полежки таскай пока. Солом 72-й. Это кто-то из наших писал. Все. Все. Помогайте. Одна иголка. Больше нету. Сейчас узнаем, может быть есть. Друг дружку пришивайте. Друг дружке. Ты, Аня, ей пришивай. А потом Ксюша пришивает. Встал. Проспался. Сегодня у нас... Вчера, вернее, допоздна у нас Нестор поливал с Дедей Витей. Да. И вот это время, сколько он дольше поливал, а остальные спали. Он у нас поспал утром сейчас. Да. Такого правила. Все, иди умывайся. В туалет умывайся. И на молитву помолишься. Сделала. Ань, это ты вот тут сделала. Что, у вас узел запуталась? Нитка? У-у-у. Ты помогай, Аня, ей. Помогай, ей же одно это неудобно. Вытасить как-то. Ты вот так вот, держи немножко сама, Ксюша. Вытасим хоть. Потому что это у нас здесь у него получилось. Ань, теперь ты как зашила. Вас не учат шить-то. Я не шила ты тут. Ты завязала, я взяла иголку. Ну, вот так вот. Пойдем дальше посмотрим, что там у нас. Не могу иголок достать. Хотя в путевке написано, чтобы у каждого была иголка нитки. Так только у людей нету. А во-вторых, лежали вот здесь вот и тоже куда-то исчезли. Это искушение. Просто настоящее искушение. Андрей, что ты тут укроп разделал? Вот вылезли здесь. Почему не пекут? О, Нестер! Ну-ка! Салат! 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 recht sports02